Придвинешь клубок к лапке кошки и путь в кошелек закрыт. Как защелкой мышкой не двигаешь, кошелек не попадешь. О таких секретах могла знать лишь хозяйка кошелька и делали такие вещицы строго на заказ. Экспонат в коллекции ценный кошельку уже более 100 лет, а надежная хитрушка до сих пор в рабочем состоянии. А так одевались в прошлом городские жители. Выходные наряды тогда отшивались вручную, одежду берегли и относились к ней с особым трепетом. Стирали осторожно. Этот шевиотовый мужской костюм 50-х годов с широкими брюками сохранился в отличном состоянии. Рубашка шелковая. Очень интересно, что воротник здесь на пуговках. Он отстегивается. Есть еще запасной воротник. Какие-то наряды и вещи сюда принесли местные жители. Некоторые найдены в научных экспедициях по деревням. Кроме прочего, удалось собрать внушительную коллекцию нижнего белья. Порты из домотканной, конопляной ткани, из холста. Это мужские порты, потому что женщины тогда не носили нижнее белье у него вообще не было. Была нижняя рубаха, например. Панталоны в советские годы носили и мужчины, и женщины. По одежде можно было узнать о человеке многое и какое положение в обществе он занимает и где трудится. Есть вещи из лихих 90-х. Малиновый мужской пиджак и облегающие фигуру женское платье. Рядом косынки, сумочки, школьная балетка из 70-х и шляпы. Из коллекции нам разрешили примерить вот такую вот шляпку из настоящего бархата. Такие носили модницы в 50-х годах. Кстати, здесь есть даже резиночка. Она служит для того, чтобы, если подует ветер, шляпку не сдуло с головы. Серьги, кольца, яркая массивная бижутерия, украшения из 90-х, тут же ленты, клипсы и коралловые бусы. Писк моды конца 19 века. Очень здорово, что это дошло все-таки до наших дней, и мы можем это увидеть. Все одежды, она выполнена очень, по моему мнению, качественно и красиво. Для посетителей выставка откроется уже в это воскресенье. В музее уверены, что особенно интересной она будет для молодежи, ведь мода часто возвращается. Ольга Максюшина и Алексей Фролов. Енисей. Новости.